Народный депутат Украины Сергей Кивалов Обращения от граждан поступают и в связи с тем, что нарушаются права собственников квартир в многоквартирных домах. Чиновники уходят от термина «вспомогательные помещения» и переводят их в категорию «нежилые», чтобы иметь возможность передавать такие помещения в аренду различным структурам. Парламентарий направил депутатское обращение на имя Одесского городского головы с просьбой о проверке законности передачи вспомогательных помещений на проспекте Гагарина и улице Екатерининской в коммунальную собственность. Также народный депутат предложил помощь консультационной группы по созданию и эффективному управлению ОСМД. Безконтрольная приватизация таких помещений может привести к тому, что мы не знаем, кто с нами будет жить там, кто будет хозяйничать. Там инженерные сети и так далее. Поэтому все-таки этот подвал, мы считаем, что он не нужен. Он должен принадлежать, как говорится, жильцам дома. Еще один вопрос, затрагивающий жизненные интересы многих граждан, о внесении поправок при рассмотрении проекта закона Украины о пенсионной реформе, в результате принятия которой пенсионеры государственной службы будут лишены гарантированного Конституции Украины права на перерасчет ранее назначенных пенсий. Отметим, что парламентарий уже подал депутатский запрос на имя премьер-министра Украины о восстановлении права на перерасчет пенсий пенсионерам государственной службы. Наше руководство забыло о нас, и что мы еще есть, мы все живые, а нам надо делать перерасчет пенсии. У нас пенсия очень низкая. Всем повышает, а вот госслужбы, державную службу забыли просто про нас. И нету ни расчета, нету ни закона. Нас как бы выбросили, бывших дарш-службовцев-пенсионеров выбросили из жизни, из дарш-перерасчета. Поэтому мы обратились к Сергею Васильевичу как юристу и как депутату. В первую очередь как депутату, чтобы он нам помог. Сейчас этот молодой мужчина на костылях. Не функционирует нога. В октябре 2016 года Игорь Кочмала сломал шейку бедра. Была проведена операция, после которой травмированная нога полностью перестала функционировать. Врач поторопился выписать пациента, убеждая его, что в скором времени работа коленного сустава возобновится. Однако улучшения так и не наступили. Требуется проведение новой операции для восстановления функционирования колена. Народный депутат Украины Сергей Кивалов предложил свою помощь в составлении искового заявления в суд с целью истребовать с виновника те денежные средства, которые уже потрачены, а также те, которые еще понадобятся для восстановления здоровья и реабилитацию. «Сделали меня коллегой за мои же деньги, получается. Но я думаю, что Сергей Васильевич, раз обратил на это дело внимание, если он дал поручение разобраться, я думаю, что результат будет положительный. Еще одна история, хотя и нашумевшая, но пока не получившая должного разрешения. Семь месяцев одессит Андрей Новичков сидел в иранской тюрьме. Обвиняют мужчину в умышленном убийстве, но по утверждению работников дипломатического корпуса доказательств вины моряка у иранской стороны нет. Бабушка задержанного моряка, 81-летняя Елена Вероновская, куда только не обращалась. Писала и в международной организации, так или иначе связанные с защитой прав моряков и прав человека. В нашей стране была на приеме у первого заместителя министра иностранных дел, в приемной президента Украины, в приемной омбудсмена. Пройдя уже практически все инстанции и нигде не получив помощи, Елена Вероновская обратилась к народному депутату Украины Сергею Кивалову. Я обратилась к Сергею Васильевичу, подала пакет документов. Сергей Васильевич, ознакомившись с документами, будучи сейчас в Одессе, решил пригласить меня на прием, чтобы я ему изложила. Он пообещал, что он со своей стороны. И я надеюсь, что его мастерство, дипломата и юриста даст возможность закончить дело. И так как он говорил мне, что будем встречать вашего внука в аэропорту по возвращению. Я на это надеюсь. Для спасения украинского моряка Сергей Кивалов лично встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Манфаредом. При встрече народный депутат передал официальное письмо иранским властям с просьбой о содействии и скорейшего освобождения нашего соотечественника. Также Сергей Кивалов обратился к генеральному прокурору. Для налаживания взаимоотношений и диалога между странами народный депутат вступил в группу дружбы Ирана и Украины. Работа народного депутата Украины должна строиться в соответствии с действующим законодательством непосредственно в Верховной Раде и непосредственно в округе. Особенно это касается мажоритарщика. В общественную приемную народного депутата обращаются не только жители Приморского, но и других районов города. У таких людей, которые приходят за помощью, у них нет средств, чтобы оплатить адвокатские услуги. Они сегодня очень дорогие. И для того, чтобы помочь, это нужно прочувствовать его боль и потом изложить это все на бумаге и реально оказывать помощь.